АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так вот у вас всех вот здесь, в ежовых рукавицах. Хорошо, пап. Сегодня к нам в гости придет Рома. Кто это, ухажер твой, что ли? Ну да, мы хотим с ним пожениться. Ты смотри, у меня, Наташка, если мне не понравится, я мигом по лениться спущу, понятно? И вот так вот у всех вот здесь, в кулаке в ежовых рукавицах. Рома пришел, пап. Толкай, там открыто. Что, глох, что ли? Я говорю, толкай, там открыто. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну хрена себе. Мам, пап, знакомьтесь, это мой Рома. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Проходите, пожалуйста. Пап, Рома стесняется, поэтому он будет мне говорить, а я вам. Без проблем. Присаживайтесь, пожалуйста, на тубаретку, Роман. Рассказывайте, Рома, учитесь, работайте. Рома спрашивает, на какой вопрос отвечать. Ага, понятно. Ну, Наташ, может, ты расскажешь тогда? Рома у меня инструктор в фитнес-центре. Ну, я так и понял, да. А родители у вас, Ромочка, чем занимаются? Папа страхует. А, ну, страховщиком работает, да? Да нет, Рому страхует, когда он жим лёжа делает, чтобы штанга на грудь не упала. Это я понял. А мама? А зачем мама? Папа же справляется. Извините, ну, может быть, мы за знакомство тогда, ну, пузырёк раздавим, а? Я не ожидал. Ну, давайте тогда, раз так получилось, манник кушать, пожалуйста. Вот мать испекла манник. Давайте кушать манник, что ли, тогда. Мать, налей человеку чай, он подавится, нас посадят ещё. Давай быстрее, мать, да давай. Да что ты, дура, делаешь? Роман, я шпарила человека. Иди за маслом, дура, Роман, извините, пожалуйста. Ну, дура, ну, дура. Пап, Рома говорит, что ему этот инцидент неприятен, но он вас прощает. А, потому что ему понравился пробник манника. Масло, Рома, вот масло, пожалуйста. Как-то там. Наташа, что он делает, а? Масло пьёт. Зачем? Рома всегда масло пьёт, там много аминокислот. Мать, сядь, а, пожалуйста. Сядь, я чё-то вспотел, меня в жар бросило. Ну, значит, Роман, вы на нашей Наташи жениться собираетесь, да? Ну, а на что вы жить будете? Рома говорит, вам надо вторую работу искать. Так, подождите, я не понял, а вы жить-то где собираетесь? Рома говорит, здесь у вас будем. Как здесь? Так у нас же тут тесно, у нас шесть квадратных метров, а Рома у тебя восемь. Ну да, Рома говорит, тесновато. Он здесь качалку сделает. Отец, ну скажи что-нибудь по-мужски, мы-то где жить будем? Да чё ты на меня орёшь, дура? Ты видела чё? Ты сама скажи по-мужски, понятно? Родила тварину, она привела в дом урода. Мать, у меня штаны мокрые. Рома, это я не про Наташу, это я про сестру её. Она сестра однажды хромого кота без ноги домой привела. Вот я этот случай описал. А что он делает? Я, конечно, слабо надеюсь, но может он вешаться собрался? Стих. Чё? Я, может, ослышался? Это всё, что он говорит? Пап, Рома хочет, чтобы ты стих прочитал. Чё он хочет? Ну, стихи любит. Да вы чё, ёлки-палки, надо сом издеваться. Да мать, да скажи ему. Я, между прочим, в армии служил. У меня разряд по боксу. Да я... 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 Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты как божество. Наташа, спроси, такой стих подойдёт? Ну, что, Наташа, готовься к свадьбе, добро пожаловать в семью, сынок. А-а-а, чёрт, мать, неси ножовку, руку отпилю, чёрт. Мать, ёлки-палки, мать, ёлки-палки. А-а-а-а. А-а-а-а. Мать, ёлки-палки.